Правовые новости с компанией Гарант. Должников за ЖКХ узнавать поквартирно, а не пофамильно. Управляющие компании не имеют права раскрывать персональные данные. Максимум информации, которые могут публично разместить на сайте номер квартиры и сумма долга. По мнению специалистов ведомства, размещение списка должников в объеме номер квартиры и сумма задолженности соответствует требованиям законодательства о персональных данных. А вот указание дополнительных сведений, фамилия и инициалы, которые позволяют отнести их к конкретному физическому лицу, является грубым нарушением законодательства. Нарушением закона с 25 ноября считается неиндексация алиментов. Раньше работодатель был обязан индексировать алименты сотрудника только по требованию судебного пристава. После вступления в силу закона номер 321 ФЗ данная обязанность будет возложена на работодателя и в случаях удержания из зарплаты периодических платежей на основании копии исполнительного документа, направленного работодателю судебным приставом-исполнителем. Неоднозначная ситуация сложилась с работающими мамами малолетних детей. По закону они могут получать пособие по уходу за ребенком и работать неполное рабочее время. Загвоздка в том, что закон не дает четкого определения неполного рабочего времени. Бывали случаи, когда женщины получали и пособие, и полный оклад, сократив рабочий день на 5 или 10 минут. Ситуация изменилась после того, как Верховный суд Российской Федерации признал неоснованной на законе выплату работнику пособия в ситуации, когда он продолжал трудиться с сокращением ежедневной продолжительности работы на 5 минут. В приведенной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника. Однако вопрос, сколько могут работать мамы во время отпуска по уходу за ребенком, остается открытым. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.